Вот сейчас к Пасхе все будут делать куличи. Вот можно купить кулич из магазина, но вот кто приготовил этот вот кулич? Он же без чувства, без души, ну без вкусный кулич. Вот ты съешь этот кулич, и вот что вот с тобой останется, вот что с вами останется? А мы будем готовить кулич. И вот очень важно, кто приготовил. Вот я вот очень хороший человек, кулич поэтому будет хороший. Итак, давайте начнем. Что главное в куличе? Ну конечно, чтобы он был не пресный, чтобы был ароматный, чтобы ты ешь этот кусочек, и просто у тебя симфония вкуса, она играет, и ну вот просто радостно, вот ты ешь радостно. Поэтому я считаю, что кулич, он вообще не разделен без вот сухофруктов и орешков. И поэтому вот курага, чернослив, изюм, все вот это вот мы приветствуем. И, конечно, орешки. Орешки важно обжарить. Если вот орешек не обжарить, вот что-то происходит, и вот его не чувствуется. Поэтому орешки всегда нужно обжаривать. И для тонкости вкуса, чтобы вот каждый вот рецептор язычка был счастлив, нужно добавить седры. Что у нас сейчас тут происходит? Мы сделали заправку. В заправку, конечно же, положили кокосовое масло, мед для аромата, и специи, пряные специи. И сейчас мы все будем это заправлять, все будем это соединять вместе, иначе это не кулич. Итак, сейчас добавляем сок апельсина. И сок у нас гасится. Все это замешиваем. И вот у нас получается такой вот ароматный кулич. И я вот уже даже представляю, как вот девушка, она может быть с семьей, может быть без семьи, сидит и ест вот вечером вот такой вот пряничный кулич. Вот может кто-то празднует Пасху, а вот кто-то нет. Но это же не отменяет того, что его можно есть. Просто сидишь вечером, после работы, уже хочется отдохнуть, чашечка чая. Или, может быть, кто-то вечером пьет кофе. И ешь вот замечательный кулич, наполняешься радостью. Вот очень важно, с какого ты настроением готовишь. Потому что вот это вот настроение, оно же передается через еду, передается. Поэтому надо готовить с счастьем, чтобы потом вот сидела вот девушка и была счастлива. Или, например, с семьей собрались все за столом, празднуют праздник. Или вот просто повод, хороший повод собраться вместе. Вообще важно собираться вместе как можно чаще. И вот разрезали этот кулич, и все едят его, все радуются. И вот наши прекрасные куличики без дрожжей, без яиц, без сахара готовы. Это такой вот прекрасный ароматный куличик. Может быть, он и меньше, чем в магазине на дрожжах. Но вот ты съешь вот такой вот кусочек, где куча сухофруктов, мед, кокосовое масло, где орешки. И ты получишь из этого кусочка намного больше, чем вот ты съешь пол большого кулича на дрожжах. Ну ничего там нету, а такой съешь, и вот я даже представляю, вот там вот стоишь, ешь этот куличик. И вот жизнь хороша, и все не так уж и плохо. Даже более того, вот у тебя есть такой куличик, и есть вот какая-то наполненность. Так что пишите, пишите нам. Так что пишите, пишите нам.